всем привет сегодня хочу показать насколько важным является выбор времени для запуска того или иного проекта и как это влияет и в положительном и в отрицательном ключе на судьбы людей которые в нем участвуют причем и напрямую и косвенно поговорим снова о слове пацана об этом нашумевшем сериале потому что он гораздо более многогранен чем может показаться у меня есть постоянный клиент режиссер и из-за этого мне пришлось погрузиться вот в этот скажем так мир и выяснилось что все гораздо сложнее потому что сначала выбирается благоприятным грубо говоря время для написания сценария потом благоприятное время для поиска спонсоров причем как например от бизнеса так и от государства до всевозможных субсидий поддержек дальше выбирается удачное время для кастингов дальше удачное время для продакшена и только потом удачное время для самого выпуска до премьеры например фильма то есть любой фильм это очень сложная и очень многогранная история но есть еще один очень важный фактор о котором на самом деле например забывают ну большинство астрологов но как забывают они и не знали чтобы забыть фильм нельзя рассматривать отдельно от режиссера потому что режиссер здесь творец фильм на самом деле во многом отражение его энергии его видение а актеры но скажем тогда это уже второстепенный герой это некий лицедей поэтому когда мы рассматриваем какой-нибудь фильм или сериал мы обязательно должны посмотреть на режиссера и вот у меня например базе огромная вот эта картотека режиссеров и отдельная такая история по запускам известных фильмов типа грязные танцы или сериала симпсоны или там достучаться до небес и даты съемок когда ты там всего этого поэтому не говорю пришлось очень серьезно в этой в этих историях покопаться и не зря кстати говоря виден определенный успех в том числе и у этого режиссера поэтому такая сложная история и мы возвращаемся к этому сериалу до слова пацана так вот гороскопе самого режиссера соединения солнца и марс марс это разрушение а солнце она дает энергию и подсвечивает то есть в данном случае подсвечивается энергия насилия то есть режиссер вольный или невольно уже не в первом самом фильме подчеркивает тему насилия секса и если мы посмотрим дату выхода этого сериала он вышел там 9 ноября в 7 утра в каждой новой серии выходила в 7 утра по московскому времени то мы увидим соединение солнца марс то есть точно такой же как у режиссера первом доме то есть первый дом попадает скорпионе и это соединение находится именно в скорпионе а скорпионе марс чувствует себя очень и очень сильно поэтому энергия скажем так связанная с насилием и вообще подсвечивание через солнце тема насилия она проигралась конечно очень и очень сильно идут вообще кстати грамм можно призадуматься откуда у режиссера такие энергии потому что если вы посмотрите с ним интервью это очень и очень интеллигентный человек но есть маленький такой нюанс я уже рассказывал что он вырос в городе саров его родители имеют прямое отношение к созданию атомной и водородной бомбы для советского союза а атомная бомба это массе энергия марса энергия разрушения как вы думаете поэтому он очень интеллигентен но да вот эта родовая программа она очень очень такая интересная соответственно он вольный или невольный в конце вы увидите видео которое подчеркнет что он к этой теме шоу на самом деле давно он притягивал к себе эти истории идем дальше вот он вышел в этот фильм он очень популярен и актеры молодые актеры которые там снимались они стали супер популярны вот там один из главных героев он там буквально за несколько недель набрал миллион новых подписчиков и конечно же я посмотрел его гороскоп и что я там вижу соединение марс селена марс насилия снова таки селена это благоприятная карма то есть у него благоприятная карма по марсу и вот сериал где акцентирована тема насилий именно он приносит ему популярность почему потому что у него там благоприятная карма и затмение которые произошли в октябре я кстати говоря когда прошлый раз говорю об этом сериале отдельно это акцентировал они запустили эту программу потому что они пришлись как раз на это соединение марс селена если мы поговорим о режиссере то затмение октября пришлись то есть накануне вот этого выхода на его плутон и это говорит о том что с одной стороны это дает ему новые финансовые возможности потому что он имеет бешеный успех и когда он придет за спонсорской помощью а не зная что там был большой успех могут ему дать больше но с другой стороны другие ряд аспектов показывает во-первых что сам режиссер вообще не ожидал такого эффекта от сериала то есть для него это реальная полная неожиданность и он об этом говорит в интервью а второе что ему там прилетело по шапке от скорее всего государственных структур ну что как я понял сериал снят на государственные средства и перед выборами вот эта вся история но как бы не особо была нужна поэтому когда он придет за гос средствами там может быть и отворот поворот да к примеру а вот за частными скорее всего там будет very good думаю тут понятно да то есть смотрите для одного это бешеная популярность другого это открывает новые темы по полтону то есть финансовых каких-то возможностей где-то закрывает а где-то наоборот открывает но во всей этой истории есть одна пострадавшая особа это супруга а вот этого молодого актера потому что на нее началась травля в интернете вот эти молодые фанатки там 14 15 16 лет готовы рвать на себе трусики отдаться своему новоиспеченному кумиру и конечно же считают его жену который кстати говоря уже мама конечно же шваброй недостойный такого красавчика такой уже легенды и тому подобные вещи и и прям хейтят в интернете вот и тому подобные вещи и конечно же я посмотрел ее гороскоп так вот вот затмение октября дважды активе активизировали негативно ее лилит ну то есть ее лилиф натальи там транзитный тоже он попал под затмение и получается что для нее это супер негативная история то есть для ее мужа это положительная история может активирована селено благоприятная карма а для нее очень негативно то есть здесь она может волноваться что теперь скажем так есть много желающих ее вести а с другой стороны вообще просто получает море негатива там пишут что у нее неправильная прическа неправильная внешность она не так одевается вообще, она корявая, ну и так далее, понимаете? Откуда это все, да? Вот ее негативная карма активизировалась. То есть одно и то же событие для разных людей в одном и том же проекте по-разному происходит. Тем более вот эта девушка, она по сути вне проекта, она просто жена актера. Но все равно для нее это проигралось очень и очень сильно. Поэтому одна и та же дата может очень и очень по-разному запуститься. Теперь, почему вообще стал таким популярным? Тут на самом деле есть несколько граней. Первое. Если мы посмотрим дату запуска, ну вообще начнем с того, что вот это соединение Солнца-Марс, да? Оно очень хорошо для запуска именно проекта, связанного с темой насилия. Соответственно, Марс, Скорпионь и Солнце, оно очень поддержало вот эту энергию. При этом была оппозиция к Урану. Оппозиция к Урану значит, что может быть неожиданный вниз или неожиданный вверх. Просто какая-то неожиданность, связанная с проектом. Для режиссера было неожиданно, что он так выстрелил. Он явно на это не рассчитывал. Это видно из его личных транзитов. Но, в общем, вот так вот выстрелил, да? Прям попер. И здесь оппозиция к Урану еще говорит о том, что это во многом благодаря теме, связанной с интернетом. Потому что именно, как я помню, в интернете его отдельно показывают. На каком-то сервисе сам даже его не смотрел на самом деле. У меня там есть много других задач. Но те энергии, которые с ним связаны, они прям много чего показывают. Далее. Это, помимо вот этого всего, да? Это есть и более сложный смысл в этом. Я рассказывал, что вот снова режиссер очень такого необычного города. Одного из главных святынь в православии, в России, да? Вот. И есть некие более скрытые смыслы. Тем более, те же самые. Те же самые затмения в октябре. Я объяснял, что они связаны с Читра Накшатрой. И это запуск неких скрытых смыслов. Именно через художественные, зачастую, образы. Некие скрытые картинки. Поэтому здесь есть некий месседж от вселенной. Прежде всего, конечно же, в России. Поднятие тех тем, которые на самом деле давно не поднимались. Которые особо не афишировались. За это, кстати говоря, респект режиссера. Потому что он на самом деле не боится говорить о таком. Ну, вот у него как раз, кстати говоря, стиль. Он водолеи. Поэтому там он выстреливает. Выстреливает на неожиданных темах. Не боится быть в чем-то новатором. Окей. Поэтому есть вот и эта скрытая история, которую я вам всегда хочу показать. Что зачастую за какой-то простой, вроде бы хайповый историей, может скрываться и более сложный смысл. Ну, у меня есть об этом отдельное видео. Там уже разберете. Ну, и в конце хочу сказать, что вот именно этот режиссер, он подарил, скажем так, зеленый свет другому актеру. Александр Паль. Он уроженец моего региона, Челябинской области. И я хочу вам показать интервью, которое у него взял человек, который признан иноагентом Российской Федерации Юрий Дудь. И вот ту историю, которую он рассказывает, мне кажется, она очень хорошо показывает, что он давно, вот этот режиссер, шел к этой теме, потому что его энергия, она привлекает таких людей, привлекает такие истории. И когда ты в своих энергиях, это может очень сильно выстрелить. То есть человек на самом деле реализовал энергии, которые в каком-то смысле, в нем уже заложены, так сказать, атомные бомбы Советского Союза. Вот так. Самая опасная история из твоей жизни в Челябинске. Челябинске. Суровый, рабочий город с заводским районом, в котором каждый пацан ходит в секцию бокса. Да, да у меня много было таких. Да расскажи пару. Ну, ну то есть то, что меня клали на пол часто, это как бы, особенно это был период, когда мне было лет 16, это практически происходило каждую неделю. Вот, то ты, то тебя. Была одна ситуация, когда нас всех с друзьями, там у нас был человек 20, отпиздили в хлам. То есть мы по, были на дискотеке, и один мой товарищ говорит, Сань, у меня проблемы. Значит, меня позвали на стрелку с группировкой холиуллинских. Такая была группировка, был Холиуллин, вот. И он, у него были свои как бы старшие ребята, которые держали школы, спортзалы в школах. То есть есть человек, у него там 10, например, или 20 других людей, которые, его руки, и они держат школу, спортзал в школе, и набирают молодежь. То есть по сути он имел там группировку человек, может, 500. Для того, чтобы на дела ходить. Да, это мясные ребята, которые как бы возили в Екатеринбург, например, на трех, на четырех автобусах, у них стрелка где-то в Екатеринбурге. Они все залезают в автобус и едут. При этом они школьники. Ну, кто-то школьник, да, был 10, 11 класс, кто-то старше. И вот у него была стрелка вот с этими ребятами. Ну, как бы, естественно, это мелочь. Навряд ли они бы туда привезли автобус, там, старшие об этом не знали. Но, в принципе, они друг за другом всегда вставали. Прав он или не прав, они без понятий были, без каких-то там вообще. И у него, значит, стрелка, и мы говорим, да ладно, сейчас разберемся. У нас человек там 70, из школы после дискотеки выходит, и идет совершенно другой микрорайон там через один. И пока мы до туда доходим, человек 20 отсеивается. Ну, так, ну, чуть-чуть-чуть расходится. Нас человек 50. Мы подходим к школьному двору, там стоят две машины. Они включают фары и начинают ехать и говорить пару-пору. Типа, ну-ка, нахуй, съебались отсюда все. Мы, естественно, думаем, что это менты. Человек 15, как вообще, ветром сдуло. Уже 35. Уже где-то 35, да. Потом эти тачки разгоняют, разгоняют. Потом оттуда вываливают человек 10. 10 человек, ну, что это такое? Как подходит к нам, ну, что, пойдем там поговорим. Все такое, ну, пойдем. И как-то мы двинулись так, что мы впереди, они сзади. Но мы идем, заходим на школьный двор. Идем, идем, что-то даже веселимся сейчас, попиздимся сейчас. На нас побольше. Вот. И вдруг кто-то из наших подбегает и говорит, парни, меня уже там вовсю хуячат. Вы что делаете? Мы видим, у чувака два фонаря вот таких вот. Как бы красные. Я поворачиваюсь и понимаю, что там уже ребята просто с бинтами стоят. Вот эти вот. Они были с бинтами, но они как бы стоят и смотрят. Вот так вот. Ну, что, давай. И я понимаю, что у нас больше. Как бы, ну, а что? Я говорю, ну, что, побежали? Все такие, да. Я говорю, ну, все, рванули. И мы бежим вот так вот в ряд 3-4 человека. И сзади еще по дорожке к ним навстречу. А там прям стоят такие тела с бинтами. Вообще им по барабану. Глаз стеклянный. И они прям тебя ждут. Раскачиваясь. Я бегу, бегу. И примерно вот на таком расстоянии, как с тобой, я вдруг понимаю, что боковым зрением тут никого нет. Я как бы на автомате вот так поворачиваю голову и понимаю, что они бегут все обратно. Твои? Да. И я делаю так вот, как бы, раз. И тоже за ними. И в этот момент я догоняю первого своего попавшегося и кричу, сука, хватаю его за спину. И мы вместе падаем, потому что у меня уже нога прилетает в спину. Ну, это как заградотряд, фактически, да, сталинский. Да, и мы падаем. И дальше я просто понимаю, что моя голова об асфальт так стучит. Оказалось, что как бы все, кто побежал, видимо, турханул кто-то первый. И как бы назад. И все остальные тоже на автомате побежали. Но туда, куда они побежали обратно, там изначально было заряжено еще человек 20, их же ребят. То есть это было продуманное, как бы... Ну, в котле были, то есть. Да, но мы не знали об этом. И те, кто побежал назад, получил еще больше. И там, когда я встал, ну, меня побили ногами, я встаю, а это зима, хлопья снега такие идут, знаешь, фонари. Все тусклое, два-три фонаря освещает школьный двор. И я прям вижу, как наши тела по школьному двору разбросаны. И как вот под фонарем просто двое держат одного и по лицу его херачат. И я встаю, у меня улыбка на лице. Я не знаю, почему я был рад. Я думаю, вот это вообще западня. Потом еще нас три дня вылавливали по району. Вот прям ездили машины. Первого, кого встречали на нашем микрорайоне, просто так же клали на пол и мочили. Потом через какое-то время все эти ребята халеулинские стали приглашать нас прийти к ним. В спортзал. Ну да, ну, вы же видели, как это действует. Приходите. Чем? Ох. И многие пришли. Вот это удивительно. Какая судьба у твоих челябинских корешей? Не радужная. Сколько в могилках уже? Друзей, слава богу, нет близких в могилах. Но вот знакомых и приятелей, которыми я как бы там в какой-то момент отделился о друзей и начал двигаться. Вот из этих ребят уже несколько лежат. А кто-то инвалид, например. Ну, в связи с наркотиками, то есть там произошла авария какая-то и все, и у человека там, у него инвалидность. Ну, несколько человек долежат, кто-то повесился в лесу, кто-то на наркотиках, на героине. Твоя мама по-прежнему живет там? В другом районе, ну, в Челябинске, да. Ага. Ты перевез ее в другой район? Нет, мы сами переехали, когда мне было там 17 лет. Умерла бабушка ее, и она переехала в ее квартиру в центр города. Угу. Когда ты приезжаешь в Челябинск сейчас, о чем ты думаешь? Ты рад, потому что как там все? Ты печалишься? Да я в любом случае люблю этот город. Докторка.